Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами в программе «Я верю». И наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии празднования памяти нашего земляка, святого праведного воина Фёдора Ушакова, который состоится 6 августа на его родине в селе Хапылёво, близ храма Богоявления, где был крещён будущий святой. Здесь же пройдёт и очередной, третий уже Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого адмирала. Я с удовольствием представляю участников сегодняшней беседы. Это директор фестиваля Нина Игоревна Глазунова. Здравствуйте. Исполнительный директор фестиваля Ушаковского Тихон Николаевич Дронников. Здравствуйте. И фолк-музыкант, композитор, продюсер Митя Кузнецов. Добрый день. На мой взгляд, духовная и культурная жизнь в нашей епархии действительно насыщенная. Это касается и обычных привычных форм богослужения, паломнические поездки, крестные ходы. Но это ещё и просветительская работа, курсы патихизации, лекции, конференции. Это и работа с молодёжью. Удивительный фестиваль «Свет миру», который стал проходить на нашей родине. Это и мероприятие, связанное с памятью святого адмирала Фёдора Ушакова. Это и ушаковские сборы, это и богослужения, и крестные ходы. Совсем недавно мы отпраздновали 150-летие со дня рождения нашего святого земляка, преподобного Серафима Вылицкого. Сейчас проходит реализация проекта нашей художницы Анны Владимировны Яблоковой по росписи православной гимназии имени преподобного Серафима Вылицкого. И, конечно, вот эту работу можно продолжать и продолжать, рассказ о ней. Но, на мой взгляд, помимо всего прочего, всё это служит определённому единению всех наших людей, людей нашей земли. С Вашей точки зрения, почему сейчас это единение особо актуально и на какой основе это единение должно проходить? Есть различная группа людей, которые могли бы найти в образе Ушакова что-то близкое себе. И, имея его как, может быть, свой идеал, может быть, какой-то образец, могли бы быть ближе с другими, кому он тоже близок. Ну, мы говорим, наверное, даже о феномене Фёдора Ушакова, который сумел в себе столько совместить талантов. Прежде всего, это, конечно, высочайший профессионализм, причём в такой специфической сфере, как военная, морская, адмирал и святость. Вот профессионализм и святость – это, наверное, один из немногих святых, в которых это сочетается. Те события, которые происходят за границами нашей страны сейчас, в какой-то степени объединяют и народ внутри страны. И личность Фёдора Ушакова как непобедимого воина, как человека многогранного, как уже сказал Тихон Николаевич, сейчас очень важна, особенно для подрастающего поколения. Они видят пример человека, который служил Отечеству, был духовно насыщен. Сейчас это очень важно, потому что подрастающее поколение должно видеть пример человека, который связан с Родиной. Насколько я знаю, вы не коренная жительница нашего города, но каким образом вы сюда к нам прибыли? Наверное, меня сюда призвала именно личность Фёдора Ушакова. Занимаюсь я этим фестивалем по благословению владыки Вениамина. Для меня Петербург – это город, в котором я родилась, и Севастополь тоже неразрывно связан с моей семьёй, так как мои родители связаны с Севастополем. Поэтому для меня два города воинской славы Фёдора Ушакова и город Санкт-Петербург – это место начала воинского служения Фёдора Ушакова. В этом году как раз дата 250-летия воинского служения Фёдора Ушакова, которая началась именно в Петербурге. Ну вот если говорить о датах, то нынешние будут вообще очень на них богат. И они связаны и с жизнью Фёдора Фёдора Ушакова, и с российским флотом. И хотелось, чтобы вот об этом как-то более подробно вы рассказали, и как это отразится и отражается в мероприятиях, событиях в нашем городе, в нашей эпатии. Ну прежде всего назовём сами даты. Первую дату Нина уже озвучила, это 250-летие со дня начала служения Отечеству Фёдору Ушакова, то есть со дня принятия присяги. Другая дата – это 225-летие со дня победы у мыса Калиакрия. Эта победа предопределила исход русско-турецкой войны, как известно. И что знаменательно для нас и актуально именно в современном контексте, в текущем, победа в русско-турецкой войне привела к тому, что Крым окончательно был закреплён за Россией. Именно этой дате посвящён в этом году фестиваль имени святого праведного Фёдора Ушакова. И третья дата, связанная с ним, это 15 лет канонизации святого адмирала. В этом году фестиваль приурочен также ещё и к Году культуры России и Греции, который был объявлен президентом нашей страны прошлой осенью. И надеемся, что в этом году у нас будут гости из Греции. Если судьба их всё-таки отпустит, и они приедут, но мы на это очень надеемся. В этом случае наш фестиваль тогда выходит уже даже на международный уровень. А ведь Греция неразрывно связана с именем Ушакова. И для них именно Ушаков, как святой, это личность почитаемая и уважаемая. Что очень приятно нам слышать от греков, которые приезжают и рассказывают об Ушакове, как о человеке, которого бы они хотели видеть в своей стране как правители. Такое обилье дат, ещё вспомним и 320-летие российского флота, конечно, отразится на масштабе и торжественности мероприятия. Что касается самого фестиваля, он проходит уже в третий раз. И хотелось бы узнать, можно ли уже говорить о его истории и каких-то традициях, которые сложились? Для меня это всё-таки становление ещё по традиции, потому что первые два фестиваля, они были на этапе пробоиска. Это тест такой. Мы ещё очень молоды в этом плане. Ну что там уже устоялось? Находимся в поиски, да. Можно назвать, например, две вещи. Это, конечно же, начало праздника старжественного богослужения, в храме Богоявления, в котором был крещён святой праведный воин Фёдор. Уникальный исторический памятник, святыня, конечно, достопримечательность главная этого места. И само место проведения фестиваля. Это недалеко от храма, недалеко от места рождения Фёдора Ушакова. Это живописный берег реки Волги нашей русской. И сама сцена, сам вид, который открывается там для любого зрителя. Такая типичная, может быть, трогательная русская глубинка. Ну, вы знаете, это достаточно приехать на то место и понять, что именно там он должен быть. Вот и всё. Вот ты там стоишь, ты находишься на берегу, и всё ясно. Даже не побывав на фестивале, ясно, что вот здесь где-то должна быть сцена, вот здесь будут сидеть люди, потому что место, оно само уже вот для такого праздника, для фестиваля, оно уже создано природой, годами историей. И всё, что нужно нам, по большому счёту, это просто какая-то некоторая такая... Ну, правильно всё это узаконить, дисциплинировать, да, внутри. Любой человек, который там побывает, он обаяние этого места почувствует, несомненно. К чему мы всех и призываем, конечно же, своим мероприятиям, побывать и почувствовать. Ту родину, ту атмосферу, которая рождает героев. Ну, мне кажется, что традиционным стало и приглашение на фестиваль, на эти мероприятия представителей российского флота. Представители флота изначально были на мероприятии, как с первого года, в 2014 году, так и в 2015 году присутствовали ветераны Черноморского флота из Петербурга, Кронштадта. В этом году будут представители Черноморского флота, так как в этом году фестиваль, и не только фестиваль, а Рыбинская епархия на постоянной основе будет сотрудничать с Черноморским флотом Российской Федерации в делах взаимодействия как на культурном уровне, так и на духовном окормлении. На фестивале звучит и народная музыка, и музыка духовная, и песнопение духовное, и советские песни. Это здорово. Вот эта традиция, она будет продолжаться? За эти два года возникла потребность в расширении формата, и сейчас мы говорим о патриотическом направлении фестиваля, как о всем том культурном пласте, который, с одной стороны, формировать мог русскую душу, с другой стороны, он является носителем всего того, что мы называем нашей культурой, что в нее входит, и, соответственно, что может передавать эту культуру нашу дальше, что все то, что может вызывать все те художественные формы, скажем так, которые могут влиять на молодого человека, может быть, не молодого, которые могут затрагивать стронки души, именно стронки, отвечающие за любовь к Родине, за историческую память, которые вызывают чувство сопричастности у нашего современника к судьбе настоящего нашей Родины и ее будущего. То есть мы берем широко, мы переименовали в этом году фестиваль и сделали его патриотическим фестивалем культуры и искусства, для того, чтобы эти рамки мы могли заполнить разнообразным содержанием, то есть это и песня, это и музыка, это даже и танец в перспективе, мы надеемся. Самое главное здесь не то, чтобы жанры вообще, а в том, чтобы вот эту вот нотку, вот эту тонкую, да, вот эту тонкую радость, каждый уловил. А музыканты, артисты, любые элементы вот этого события, они всего лишь как бы выступают все-таки инструментом некоторым таким, да, и мы-то все тоже, для того, чтобы вот этот вот общий праздник унес каждый и почувствовал каждого. Естественно, мы должны отталкиваться от образа, да, вот самого Федора Ушакова, адмирала, да, и, конечно же, ну, во-первых, для меня я считаю, что морская тематика, она должна быть, то есть все связано вот с, да, вот с образом моря и как бы это его образ, а потом какие-то серьезные вещи важны, да, присутствие военных важно, присутствие народных коллективов, которые играют в народную музыку важно, потому что это то время, да, это вот еще как бы так картинки того времени, да, вот культурные. И в определении фестиваля есть это слово патриотическое. Ну да, то есть по-любому мы должны подчеркивать свою культуру, да, вот именно корешки. Дело в том, насколько каждый артист соответствует вообще вот по духу, по своему музыкальной насыщенности, по даже, скажем так, визуальному, да, вот ряду, насколько каждый артист соответствует вообще месту проведения фестиваля. Состав на сегодня, вот третий фестиваль, музыкальный состав, он все-таки больше вот в такую сторону фолка, да, народной музыки. Ну да, я, конечно, понятно, что здесь есть мое влияние, но во всяком случае мы уже стартанем с другого уровня, чем был до того. Будут такие коллективы, как ансамбль «Сирин», ансамбль духовной и древнерусской музыки, ансамбль «Казачий круг», будут московские «Рожечники» приедут. Ну, много еще, конечно, интересных исполнителей будет, но вот даже вот эти три имени, три имени, они показывают вообще музыкальное наполнение, музыкальный уровень фестиваля достаточно высокий. Это очень, как бы, профессиональные, очень яркие коллективы русские. Если вот такой крем в сторону профессиональных исполнителей, место для непрофессионалов найдется на фестивале? У нас вообще была, вначале была задумка сделать вообще две сцены, да, вот, я так немножко открою, да, две сцены, где, это нормальная вообще, скажем так, вот, традиция, когда вообще делается больше сцен, да, и под свой жанр. Вот, и у нас была идея сделать, как бы, сцену больше так сосредоточен, где сосредоточатся профессиональные артисты, и сцена, где будут начинающие исполнители. Иногда они могли бы перемешиваться, но на сегодня мы еще не в силах были ее реализовать, поэтому будет акцент на профессиональных музыкантов. Но, я думаю, как бы, для переломного момента это очень важно. Вы наверняка общались с музыкантами, с участниками предыдущих фестивалей. Общее мнение каково о том, как проходит фестиваль, как он выстроен? Про выстроен я, к сожалению, не могу сказать сейчас, да, потому что это во многом была импровизация вот первых двух фестивалей, потому что он готовился за очень короткий срок, достаточно импровизированный был. Вот, но отзывы самих музыкантов, конечно, очень теплые. Рядом храм, с утра была служба. Это очень здорово, настраивает на определенную волну, на необходимую, наверное. Храм, где он крестился, казалось бы, разрушенный, но стоит, стоит. Стены-то остались и начинают реставрировать его. Ну, а что-то можно говорить, какой русский здесь не затаит дыхание? Побывать буквально через несколько дней, вот после Мурманска, Северодвинска, западные лица здесь, это просто для меня это какое-то чудесное событие, я очень счастлива. Патриотическое, именно в ключе любви к Родине, уважения к Родине, чувство сопричастности к тому, что здесь происходит. Вот именно это важно вызвать, как в зрителях, так и в самих участниках фестиваля, артистах, которые приезжают, взаимодействуют друг с другом, общаются, обмениваются опытом. Это не просто концерт, это действие, это именно музыкальное действие. Это та площадка, на которой мы объединяем как культуру, искусство, спорт. Это место, где молодое поколение или, может быть, даже люди постарше, могут найти какие-то перспективы и возможности для реализации этого чувства. Это не просто площадка, это взаимодействие, это действенное участие в жизни, как Ярославской области, так и, в общем-то, всей России. А может быть, даже за ее пределами, чтобы нести это дальше. Может быть, именно с этим частично и связаны те изменения, которые грядут в нынешнем году. Да. Вот что это за изменения и в связи с чем? Эти изменения были связаны прежде всего с желанием учесть пожелания как участников, так и зрителей. Они высказывали желание многообразности. В том году впервые попробовали устроить небольшую часть ярмарочную. И также у нас была выставка из Сарова, где демонстрировалась реконструкция мундира Федора Ушакова. К нам приезжали. В этом году в галерее храма будет располагаться выставка Рыбинского музея адмирала Ушакова. Они привезут свои экспонаты, и те, кто приедут на фестиваль, смогут это все увидеть. Причем увидеть в аутентичных интерьерах храма, в таком духовно насыщенном месте, в атмосфере, которая была тогда. И надеемся, что это тоже привлечет, как и людей, которые приедут туда, к желанию принимать участие в жизни храма и в его восстановлении. Прежде всего, это, конечно, расширенная культурная программа, вот о чем Нина говорит. То есть, если изначально наш фестиваль больше походил на концерт исключительно, то в перспективе мы идем все-таки к тому постепенно, чтобы это было такое более разнообразное культурное мероприятие. Это не только концертная программа, которая, конечно же, составлять будет основу, да? Но это и ярмарка, это экскурсия. Это и экскурсии, это и развлекательные какие-то элементы, это выставочные экспозиции. Ну, то есть, вот в самых общих чертах это так. Не будем раскрывать, может быть, всех секретов, чтобы оставались сюрпризы. В этом году будет экскурсионная программа, как по самому Хопылево, для зрителей и участников фестиваля. Также смогут зрители попасть и на Богоевленский остров, где ранее располагался Богоевленский монастырь. Туда будут ходить ялики парусные, на которых смогут зрители попасть на то святое место посреди Волги. Впервые на фестивале ушаков будут представлены боевые искусства единоборства и различные техники. Это и грэплинг, и бразильское джиу-джитсу, тайский бокс и смешанное единоборство. Поэтому приглашаем всех заинтересованных посмотреть, поучаствовать. Вместе с тем, что наш фестиваль в этом году выходит на международный уровень, также новым является то, что мы надеемся и ждем специального гостя впервые на нашем фестивале. Пока не будем раскрывать секрет, кто это будет именно, но, надеемся, это будет один из очень знаменитых спортсменов, медийных личностей. Насколько я знаю, в будущем планируется на этом историческом месте создать особый многопрофильный культурный комплекс. Вот как сейчас идет над ним работа, и есть ли какие-то варианты вот того будущего, которое предполагается здесь создать на родине Федора Ушакова? Идея создания на родине Ушакова какого-либо комплекса, и его по-разному называют, все эти названия на данный момент еще являются рабочими, но она существует уже давно, более десяти лет. И в данный момент есть продвижение в этом вопросе, которое связано с тем, что в этом году уже создана рабочая группа, которая непосредственно занимается разработкой этой идеи. Как фестиваль, проводимый нами, так и будущий центр, который там может быть, должен быть близок всем, кто в них заинтересован. Вообще основная идея создания этого комплекса в чем заключается? Основная идея в том, чтобы реализовать то, что называют специалисты социокультурный потенциал места. Речь идет о способности места или личности влиять, ретранслировать культуру, влиять на формирование личности. Вот, к сожалению, родина Ушакова не задействована в этом плане. Она неизвестна, ее нет на туристических маршрутах. Они не знают даже многие земляки Ушакова, не говоря о том, о других представителях, жителях нашей страны, великой, большой. Поэтому прежде всего задача заключается в том, чтобы достойным образом была увековечена память адмирала, использовалась его родина, которая подарила нам такого героя, героя, можно сказать, недооцененного, мы считаем, все-таки, к сожалению, до нашего времени еще. И для того, чтобы все это, его образ, его наследие, скажем так, его родина использовалось для того, чтобы воспроизводить все то, воплощением чего он являлся. Крам должен быть восстановлен, и в краме должна совершаться молитва, причем постоянная молитва. Кроме того, здесь, конечно, как раз место вот такого духовно-нравственного воспитания нашей молодежи. Поэтому я думаю, что это должно быть и таким музеем, и местом паломничества, и вот такой площадкой, где могли бы проходить молодежные сборы, фестивали, и все, что касается таких патриотических и духовно-нравственных целей. Составляющие элементы этого комплекса, они уже как-то проработаны, обозначены. В данном месте будет создан как духовный, возможно, предполагается, как духовный, так и военно-патриотический, культурно-просветительский центр, мемориально-ландшафтный музей-заповедник с сохранением как территории, так и ландшафта самого места, чтобы прочувствовать можно было ту атмосферу, в которой жил Ушаков, чтобы сохранить это и приумножить, чтобы люди, которые приезжали туда, могли это прочувствовать, прочувствовать атмосферу места. Насколько я знаю, есть уже определенные наработки в этом плане. Да, ну вот вносятся предложения, да, вот одно из экзотических, можно сказать, даже. Вот реабилитационный центр для ветеранов горячих точек, да, вот, это может быть какой-то и образовательно-воспитательный центр. Духовный центр, он есть и будет, конечно, развиваться. Недавно при храме Богоявления зарегистрировано архиерейское подворье, то есть место попало под самое пристальное внимание, попечение и заботу владыки Вениамина, епископа Рыбинского и Даниловского, который, надо сказать, с самого начала своей деятельности очень внимательно относился и болел за судьбу Хапулева. Поэтому духовный центр, конечно, будет там развиваться, вот, а он, может быть, будет обрастать уже и остальными составляющими. Это, конечно, и какая-то музейная экспозиция, и мемориальный комплекс, и ландшафтный музей-заповедник, о чём сказала Нина. Я думаю, что вообще задача, конечно, вообще любого события, которое внутри происходит, празднование, это, конечно же, сохранить Хапулева, сохранить память о подмирале Ушикове, и чтобы не просто вот как-то она память зависла на нас где-то, да, на наше поколение, а и дети подхватывали. А кто, по-вашему, мог бы оказать реальную, материальную и иную помощь в создании вот этого комплекса? В этом году впервые мы получили финансирование государственное. Нам удалось убедить Министерство культуры, мы попали в федеральную целевую программу «Культура России». Это, конечно, большая радость, особенно в наши трудные времена. Помогают нам и другие заинтересованные стороны. Но, конечно, нам больше хотелось бы обратиться именно к землякам Фёдора Ушакова и с тем, чтобы каким-то образом и они включились. Потому что и логично, и правильно было бы в первую очередь именно им заботиться о продвижении имени Фёдора Ушакова, о развитии его малой Родины. Любое событие, оно происходит всегда в двух направлениях, нужно не забывать. То есть, когда ты приходишь зрителям, ты не только должен поглощать, ты должен отдавать. Но, в принципе, самое главное, это, конечно, на уровне синергии. Приходящий человек отдаёт себя, то есть свои эмоции, да, этим событием подпитываются. Как можно привлечь к этому празднику всех тех, кто живёт на нашей земле, и, может быть, гостей? Что бы вы могли им сказать сегодня? Фестиваль Ушаков, это краткое название нашего мероприятия, это праздник для всех. Мы не стали бы выделять ни по какому признаку. Конечно, это больше может быть семейно ориентированное мероприятие, мероприятие на природе, молодёжно ориентированное мероприятие. Но мы стараемся сделать так, чтобы оно было многогранным и интересным для всех. Всех приглашаем. Вообще лучше начать с утра, когда идёт служба. Нужно прийти и увидеть весь спектр, и получится душой отдохнуть, и как-то детишкам можно будет поразвлечься. Даже музыкальный состав, он стоит того, чтобы люди приезжали даже из ближайших городов. Настолько он сильный. Вообще, вы знаете, существовало раньше такое, люди на какое-то событие, вообще вот как у нас был памятник, да, ещё Александру, нашему императору, люди ходили и по деревням, и по копеечке собирали деньги, да, вот чтобы этот памятник поставить. Это считалось вообще нормально. Вот я думаю, что если каждый придёт и положит по рублику на следующий фестиваль, то я думаю, что для организаторов фестиваля это будет на следующий год гораздо легче. Вот поэтому приходите больше людей, да, и вкладывайте дословно свою лепту, участие, чтобы праздник состоялся, вот, потому что человек без праздника засыхает. Мы надеемся, что увидим, как рыбинцев с членами их семей от мала до велика на родине адмирала. Они посетят это место Хакулёва, о котором неизвестно за пределами Ярославской области. Очень мало знают людей и родину адмирала, и то, что наш адмирал родился именно здесь. И мы хотим, чтобы все приобщились к этому духу. Это не голое такое развлечение. На самом деле это даёт большой очень задел и запас на твою будущую жизнь. Вот ты пришёл, ты почувствовал, ты получил какой-то заряд энергии на то, чтобы делать что-то дальше, в своей жизни продолжать это делать. Поэтому вот для чего нам нужны такие праздники? Для того, чтобы продолжать жизнь. Я благодарю вас за очень интересные рассказы, содержательные рассказы. И я очень надеюсь, что это празднование и этот фестиваль состоится на очень должном, духовном, высоком уровне. И каждый, кто захочет, сможет внести посильную лепту, оказать поддержку этому фестивалю. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»